Привет, я Даша, фотографирую всякое. Сегодня я отмечаю свой 25 день рождения. И мне бы очень хотелось подвести некоторые итоги и поделиться с вами настроением, а также поставить вектор на будущее. На сегодняшний момент я человек со своими ориентирами, целями и задачами. Я занимаюсь фотографией. Это мой заработок и творчество. Не всегда заработок и творчество работают вместе, в основном раздельно. Но я рада, что мое дело приносит мне ощущение своей реализации. У меня есть семья, отношения. За 25 лет я поняла, насколько это важные аспекты жизни. И я рада, что сейчас моя жизнь достаточно гармоничная. В ней есть семья, отношения, хобби и работа. Важно выдерживать баланс и поддерживать каждый из этих аспектов жизни. Также я очень рада, что у меня появились хобби. Я занимаюсь выращиванием циккулентов. Смешиваю самостоятельно грунты для своих растений. Это очень медитативное дело и оно мне очень нравится. Оно помогает справляться с плохими эмоциональными состояниями. Также я очень рада, что начала вести свой блог на ютубе. Я честно давно этого хотела, но просто постоянно откладывала. Вообще я изначально столкнулась с проблемой, что заказов у меня стало меньше. И так ловко, казалось бы, небольшую неудачу я обернула в свою пользу, выделив время для создания первого разговорного ролика. Теперь я ощущаю интерес и желание продолжать создавать новый контент для канала. Кстати, если вам нравится это видео, то поставьте лайк, пожалуйста. Это очень поддержит мой канал. А теперь вернемся обратно к теме. Хочу сказать, что я сама монтирую свои ролики. Мне очень нравится монтаж. Я многое делаю без гайдов. Самостоятельно изучаю интерфейс программы. И пробую разные функции. Я как-то давно занималась немного монтажом, и эти знания помогают мне очень сейчас. Возможно, я пройду какой-нибудь курс по Premiere Pro, чтобы овладеть программой в совершенстве. И еще я очень хочу рассказать о том, что начала разработку своего творческого проекта «Оттенки тревоги». Я хочу снять серию тематических фотографий о том, как я прошла через сложное психоэмоциональное состояние. У меня была сильная постоянная тревога на протяжении более двух месяцев, после чего новые лекарства начали наконец-то мне помогать. Это было очень сложное время. Казалось бы, неужели сложно потерпеть какую-то тревогу? Но нет, это оказалось очень сложным испытанием. Я то не могла сидеть на месте, то не могла встать с кровати, утопая в негативных мыслях. И в своем проекте я хочу рассказать об этом состоянии через мои фотографии. Показать то, как моя тревога начиналась, ее кульминацию и долгожданное утихание. Я хочу создать атмосферу и добавить помимо фотографий с моделью тематические кадры. Например, добавить немного стрита, предметки. Я думаю, что проект должен быть многогранным, поэтому важно раскрыть тему с разных сторон. Думаю, что буду снимать как на камеру, так и на свой айфон. Возможно, я сниму отдельное видео об этом проекте, буду делиться новостями и итогами. А сейчас хочу немного помечтать и пожелать себе не сворачивать с намеченного пути, а также приумножать то, что уже имею. Я надеюсь, что у меня все получится, я буду верить в это. Я хочу дальше реализовываться в своей профессии, находить новых больших клиентов и встречать новых творческих людей. Очень верю, что справлюсь с этими задачами. Я через многое уже прошла, и большинство трудностей теперь мне по плечу. Поэтому очень надеюсь, что мои ожидания о будущем увеличаются успехом. Немного после словия. Я очень рада, что сделала этот ролик и поделилась с вами своими размышлениями. Мне очень помогает ваша поддержка, она мотивирует меня продолжать работать дальше. Спасибо всем, кто сегодня поздравил меня и пожелал мне приятного. Я очень это ценю. А теперь пора заканчивать. Спасибо большое за просмотр и пока-пока!